Я приветствую всех. Прошу прощения за задержку. Так, одну секундочку. Значит, добрый день всем еще раз. Я прошу прощения. Меня зовут Юрий Капица. Я изобретатель и сейл-компания Ринстин, которая разрабатывает и производит инновационные вело-аксессуары. Наш... Сейчас я попробую переключить, извините. Мы зарегистрированы компанией в США. Наша производство расположено в Китае. Основными рынками для нас являются США, Европа, Австралия и Китай, где, собственно, мы и получили уже патенты. Дополнительно мы получили торговую марку, зарегистрировали на рынках Мексики, Южной Кореи, Японии, откуда у нас больше всего сейчас приходят заказы. Первый наш продукт, Ринстин Спринг, это самый лучший в мире вело-амертизатор на сегодняшний момент. Год назад мы провели компанию на Кикстартере, где привлекли более 2,5 тысяч пользователей из более чем 100 стран. После этого мы успешно продолжили собирать предзаказы на Беккер Кит. Так, я прошу прощения, значит, коротко о конкурентах хотел сказать, то, что у нас есть. Значит, конкуренты, преимущество Ринстин Спринг, вот, это прежде всего то, что продукт подходит для любого возраста, может быть установлен на любой велосипед, для любого веса велосипедиста. Его преимущество в том, что в мире, во-первых, не существует ни одного вело-амортизатора для детей, что является для нас очень, открывает для нас широкие возможности. Цена нашего продукта всего лишь 50 долларов, розничная, что в отличие от конкурентов, которые сегодня есть на рынке, это от 109 долларов, но самый первый конкурент, который вы видите слева, это Садбастер, самый популярный продукт в мире, и цена у него от 160 и выше долларов. Преимуществом нашего продукта перед ним является простота конструкции, очень простая регулировка жесткости, для этого не требуется никаких докупки дополнительных элементов, разборки велосипеда и седла. Этот помогает велосипедисту при изменении условий езды, либо просто при его предпочтениях, особенно в начале сезона и в конце сезона, ощущение велосипедиста очень сильно отличается по ощущениям от езды. Это все регулируется буквально в считанные мгновения, то есть это можно делать очень легко. Цена 50 долларов открывает, по сути, новую нишу на рынке велоиндустрии, это со слов ритейла, с которым мы общаемся, только потому, что доселе цена в 160 долларов при средней цене велосипеда в Европе и США в среднем от 200, там, 300, 400, 500 долларов или евро аксессуар стоимостью в пол велосипеда был практически, ну, скажем, выпадал из общей канвы стоимости других велосипедистов, которые велосипедист пользует, которых составляет, как правило, от 10 до 50-60 долларов. То есть это сумочки, перчатки, грибцы, бутылочки и прочее, включая седло, шлем, то, что покупает велосипедисты для себя. Вот. Мы уже выпустили первую партию, которую частично разослали, сейчас рассылаем вторую часть, и мы хотим сейчас очень быстро увеличить производство, объем производства. Наши партнеры в Китае уже готовы для, прежде всего, организации склада в Европе и США. Мы начинаем торговлю на Амазоне. Да. Юрий, вы начинаете привыкать уже время за... Окей, окей. Все видно на слайде. Давайте анализируем что-то. Да. Все-все. У нас уже готов прототип второго продукта, который мы представили в марте 2019 года на Кикстартере. Мне повезло очень с командой. Коротко, это очень опытные люди в каждой своей сфере. Дизайн, продажи, маркетинг, инженерия. Мы работаем с многими научными институтами в Украине по работе над продуктом. При этом у нас есть несколько менторов. Это очень опытные бизнесмены из США, Европы и Украины. Готовы к вопросам? И мы готовы к вопросам. У кого есть вопрос? Спасибо за презентацию. На самом деле охота о продукте чуть-чуть больше узнать о самом. То есть какой рынок, в чем фишка? Потому что почему стандартные сидушки? Есть смысл менять? Или вопрос не в седушке? Сейчас все расскажу. Дело в том, что стандартные сидушки, даже которые имеют пружины, они отнюдь не противоречат концепции увеличения мягкости езды. То есть мы провели тесты, прежде чем выпустить этот продукт, более чем с двумя сотнями людей самых различных возрастов, типа велосипедов, типа поверхностей. Мы получили на сегодняшний день в фидбэке более 99% положительные. Только некоторые спортсмены, как мы их называем, люди, которые бреют ноги, то есть это там триатлонисты, частично говорят, ну действительно это правда, это спортивные дисциплины, в которых нужна максимальная жесткость велосипеда. Все остальные люди хотят получать комфорт, так как это прежде всего отражается на их здоровье и ощущениях после езды. Многие люди испытывают дискомфорт во время прогулок, неналичие даже при мягких сидениях. Вторая часть, скажем, то, чего мы не думали, это оказалось медицинское направление. К нам обращается очень много людей, которые испытывают, ну скажем, после операции, либо проблемы с позвоночником, с просьбой установить амортизатор дополнительно даже к седлам, которые имеют пружины. Поэтому мы видим очень большое будущее, скажем, видим большой спрос со стороны пока больших дистрибьюторов. Начинаем работать с производителями. Понятно, спасибо. Еще есть? Спасибо. А есть ли еще вопросы? Окей, все мои координаты вы видите. Если у кого-то что-то появляется, просим обращаться, не стесняться. Так, прежде чем мы завершим, я объявлю результат голосования и всех поздравлю с успешным выступлением. Хочу переспросить, появился ли у нас проект Аларика, который мы пропустили по какой-то причине. И есть еще вопрос от Дениса Белова в чате. Почему не купить велосипед с задним амортизатором? Да, я сейчас отвечу. Дело в том, что можно покупать, но мы проводили исследование велосипеда с двумя амортизаторами, задними, так называемые, full suspension, они относятся к двум типам. Это самые дешевые ашнбайки, которые стоимость до 100 долларов, и там включено абсолютно все, что я имею в виду, и задний амортизатор, или подседельный штырь, как правильно амортизирует. Но, как показала практика, как показала практика, ни в коем случае это не отвергает использование данного продукта. Мы проверяли на хороших моделях Q, запускали параллельно две модели, full suspension, одна с амортизатором, одна без, одна и та же модель, одни и те же люди, на одной и той же трассе, отметили увеличение комфорта примерно на 10-15-20%. В зависимости от предыдущих. Вот, на разных поверхностях. Поэтому совершенное использование данного амортизатора возможно с использованием совершенно любого велосипеда, что показывает в данный момент те люди, которые уже пользуются нашим продуктом по всему миру. То есть их используют и на full suspension, и на хартейлах, и на городских велосипедах, и на шоссерах, и мы везде видим положительный эффект. Хорошо, спасибо. Можно я задам вопрос Юрию? Да, да, я здесь. Юрий, вот... Юрлан, давайте мы перенесем ваш вопрос, пожалуйста, уже в чат. По времени у нас временно вопросы закончилось. Я сейчас прошу всех экспертов, всех, кто в жюри поставит оценку этому завершающему стартапу, потому что я вижу, вы за него не проголосовали ни Даниэль Круцина, ни Кирилл Волошин, ни Роман Надеян, ни Антон Пронин не проголосовали за Ринстон. А я хочу уже завершить голосование и рассказать, какие у нас сегодня результаты. Проголосовали, наверное, просто система там еще проверяет. Сейчас перегружу. Ага, да, вот Роман есть, оценочка, да, хорошая.